Книга притчи Соломона, 18 глава. Прочтем один текст, 10 текст, 18 главы книги притчи. Имя Господа, крепкая башня, Убегает в нее праведник и безопасен. Имя Господа, крепкая башня, Убегает в нее праведник и безопасен. Братья и сестры, что такое безопасность? Я хочу сегодня говорить о том, что является истинной безопасностью, и что является ложной безопасностью. Безопасность – это не отсутствие опасности, заметьте, но это положение или состояние, в котором ты можешь сокрыться от опасности, которая тебя окружает. Я думаю, мысль понятная. Безопасность – это не отсутствие опасности, это положение моего сердца, которое чувствует себя безопасным. И хотел бы сегодня несколько мыслей сказать. У человека это естественно. Чувствовать себя всегда безопасно. Когда ему ничто не украшает. Ни внутри, ни извне. И это очень естественно для природы человеческой. И вот люди для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, они сегодня пытаются оградить себя. Они пытаются защитить себя. Ну, например, есть такое понятие – энергетическая безопасность. То есть, когда что-нибудь случается, где-то какой-то сбой, например, в подаче нефти, или в каких-то разногласиях с какими-то странами, экспортерами черного золота, сегодня страны пытаются обезопасить себя путем накопления энергоресурсов, чтобы если что-то произойдет, у них на длительный период времени они спокойны. Почему? Они обезопасили себя. У них есть запасы. И это они называют энергетической безопасностью. Есть такое понятие, как продовольственная безопасность. Для многих верующих, может, тоже это знакомо, для многих славян. Как-то вроде американцы не так не живут. А вот люди с Европы, им это ближе понятно. Вот если взять муки, то взять несколько мешков. Ну так, ну чтоб было, ну чтоб хватило, если вдруг что-нибудь, чтоб, ну, протянуть какое-то время. И люди обезопасивают себя тем, что открываешь холодильник или клозет, или все, что угодно, все, полно битком. Хватает, есть, Господи, протянем первые десяток километров. Это понятие, как продовольственная безопасность, люди, это очень знакомо для нас. Часто бывает, что кто-то, может быть, и участвует в предприятиях, которые делают всевозможные пайки, и отправляют их всевозможные склады, и их там тысячи, тысячи тонн складываются этой пищи. Для чего? Для того, чтобы, если придет время особого кризиса, у страны было чем? Возможно, пропитать свой народ? Так думал человек, у которого родил богатый урожай. И он думал, что то, что он имеет, он сказал в душе своей, покойся, ешь, пей и веселись. Почему? Потому что я обезопасил себя на многие годы вперед. Этот человек думал, что он находится в безопасности, но Бог явился ему и сказал, в эту ночь, безумный, то, на что ты надеялся, я лишу тебя опоры, и под тобой не станет того, на что ты надеешься. В эту ночь душу твою возьмут у тебя. Есть, братья и сестры, понятие жилищной безопасности. И ради этого люди, они ставят в своих домах замки. А к этим домам люди подключают сигнализации. У этих домов, возможно, может кто-то видел, стоит охрана, автоматчики. Почему? Потому что они нечто охраняют, жилищная безопасность. Есть, друзья, физическая безопасность. И чем выше человек в положении в этом обществе, тем это сильнее выражается. Тем больше у него телохранителей. Особенно вы могли это замечать, когда кто-то был свидетелем, может быть, или, может быть, смотрел и видел, как происходила иникурация президента, как на всех крышах сидели снайперы, все сотрудники FBI и всевозможные фирмы, которые способствуют безопасности этого человека. Как много было потрачено средств и задействовано людей для того, чтобы обезопасить безопасность одного человека. Братья и сестры, есть денежная безопасность. И многие люди хранят в своих домах сейфы, в которых они складывают свои сбережения, которых код знает только они. Многие люди сегодня держат свои сбережения в банках швейцарских или там еще каких-то, там, куда, казалось бы, ни один вор не может подкопаться. Но, друзья, и так бывает, что взламывают коды, расшифровывают эти сейфы и похищают оттуда то, на что люди и надеялись, что никогда оно оттуда не исчезнет. Денежная безопасность. Как многие люди сегодня ошиблись в этом. Потому что опорой своей жизни сделали финансы, деньги, имущество, вещи. Все это очень напрасно. Все это напрасно, друзья мои, если настоящей безопасностью моей жизни не является Иисус Христос. Меня не спасут ни запасы продовольствия, ни накопление бензина на моем быхьярде. Меня не спасет ни ремень безопасности, который я пристегусь в автомобиле. Ничего не спасет меня в этой жизни, если настоящей моей безопасностью не является имя моего Господа Иисуса Христа, в котором я должен быть сокрыт. В котором я должен находиться. Потому настоящей истинной безопасностью является положение моего сердца. Где оно сегодня находится? Мое сердце в ком или в чем? Если во Христе я нахожусь в полной безопасности. Если во Христе я нахожусь. Имя Господа крепкая башня. И потому Давид понимал это положение. Он говорил, что только в Боге успокаивается моя душа. Он находил правильный ответ для себя. Он искал всевозможные пути успокоения души своей, чтобы успокоило его душу в этом мире. И он нашел единственный правильный выход только в Господе. И он делает это заключение в одном из псалмов. И он говорит, только в Боге успокаивается моя душа. Вот это истинная безопасность. Братья и сестры, когда мы читаем 126 псалом, мы находим в первом тексте такие слова. Если Господь не созыждит дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Мы можем закрыть свой дом на защелку, на цепочку, на еще 10 замков. Мы можем поставить по всем этажам решетки. Мы можем оградить себя, казалось бы, от всевозможных воров, от нашего имущества и так далее. Но если Господь не охранит, напрасно бодрствует страж. Если мы решетки, замки, сейфы, щита, сделали в жизни своей опорой и на это возлагаем нашу надежду, если 911 или еще что-нибудь в жизни, это мое спасение, братья и сестры, это ложная безопасность. Это ложное упование, если упованием моей жизни не является Христос. Вы вспоминаете, когда темной ночью в домах Египта было сосредоточено большое скопление людей. И на улицах было очень тихо, потому что в стране Гесем не было ни одного человека, который бы в это время находился на улице. В то же самое время в Египте, во всем Египте происходило как бы то же самое. Люди тихо спали. И в это время шел ангел. Ангел-губитель. И евреи спали в домах, и египтяне спали в домах. Но нечто было разное в том, что видел ангел на этих домах. Ангел на одних домах видел кровь на косяках. И кровь являлась безопасностью тех людей, которые жили в этом доме. Почему? Потому что положение их сердца находилось в Боге. Потому что, друзья, их послушание их Богу сделало возможным то, что ангел прошел мимо этого дома. это была истинная безопасность. Они своим упованием сделали Господа, который сказал им, чтобы не закололи агнца, и кровью этого агнца помазали косяки перекладины дверей своих. И вот послушание этому Богу сокрыло их от губительного меча. Они в этот момент находились в безопасности лишь только потому, что они заняли правильное положение перед Богом. Они не уповали ни на силы свои, ни на знания, ни на многочисленность тысяч народа своего. Нет. Они своим упованием сделали Господа. И ангел видел кровь. И он понимал, что в этом доме люди, которые упованием своим сделали Бога своей жизни, на которого они надеялись, и который защитил их от истребления. Братья и сестры, когда вошел Ноев ковчег и закрыл Бог двери за Ноем, этот ковчег стал объектом безопасности его семьи. Но это был как инструмент. Это было просто место из этого дерева, с которого он построил этот корабль небольшой. Друзья, но ковчег ли спас Ноя? Нет. Бог, на которого он уповал, которому он служил, которому доверял свою жизнь, он был его спасением. И Бог использовал этот ковчег как инструмент, чтобы семья этого человека непорочного была спасена и безопасности. Но истинной безопасностью этого человека был Бог, в послушании которому он ходил всю свою жизнь. И как следствие Бог вступился за него, когда пришел потоп на землю. Вы вспоминаете, когда Ио сидел отверженный друзьями своими, когда отказались от него родные, близкие, жена отвернулась от него. И он не мог сказать, что его безопасностью было то богатство, которым он обладал на востоке. Или та непорочность даже, с которой он ходил перед Богом, он не мог сделать ее своей безопасностью. Но однажды мы читаем о том, что говорит Иов, на небесах заступник мой. Вот друзья, где была сокрыта истинная безопасность Иова. Он не надеялся ни на скот, ни на богатство, ни на рабов, ни на то, чем он обладал в своей жизни. Он своим заступником сделал Господа. Вот почему он не похулил его. Вот почему он ничего неразумного не сказал о Боге. потому 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 что он был его упованием. Он был его тем, который является свидетель, который является заступник, которым он сказал, что это искупитель мой. Я знаю, он жив. Истинной безопасностью этого человека было положение его сердца в Боге. Желание этого сердца в послушание этому Богу ходить. Братья и сестры, придет день, когда однажды Бог начнет совершать суды свои над землей и будут крики стоять по всей земле, крики в следующих словах будут выражаться горы и холмы падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле. Друзья мои, что будет тот день являться истинной безопасностью моей или вашей? Что будет являться безопасностью тех людей, которые будут слышать эти грозные слова от Господа? Что? Какие холмы или какие горы? Что может сокрыть человека от гнева Божия? Есть одно безопасное место. Это имя Господа Иисуса Христа. Вот туда человек должен быть сокрыт. Он должен быть помещен в сердце Господа. И тогда только в этом сердце он может ощутить себя в полной безопасности. Это состояние положение моего сердца в моем послушании Богу. Тогда не сможет никто не понадеяться ни на что, если он в это время не был сокрыт во Христе. Гнев Божий придет, суд Божий зальется, если сердце этого человека не находилось во Христе. Где сегодня мое сердце и с кем? На что уповает душа моя сегодня? Что сделал я своей жизни своей опорой? Посмотрите, братья и сестры, что говорит Давид. Давайте мы прочтем 4-й псалом. Прочтем 9-й текст. Посмотрите, что говорит этот человек в 4-м псалме 9-м текстом. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». Друзья мои, сегодня это с нами происходит или нет? Или мы, может, просыпаемся сегодня от любого мельчайшего шороха? Где-то стукнуло, где-то грюкнуло, где-то что-то жестелестело, где-то все, я не сплю, я бодрствую. Почему? Потому что я боюсь. Чего я боюсь? Мое сердце наполнено страхом. За что? Наполнено страхом за мою жизнь. Друзья мои, Давид говорит, а когда я ложусь, то я не сплю, а просто сплю. Многие люди жалуются на бессонницу. Я не знаю причин этих бессонниц, братья и сестры. Может быть болезнь, может быть еще что-нибудь, но если это внутренняя духовная причина, это проблема. Давид говорит, я спокойно ложусь и сплю. Почему? Потому что ты един, Господи, даешь мне жить в безопасности. Тогда, когда со всех сторон окружают люди, которые враги мне, которые желают мне зла. Господи, я спокойно сплю. Почему? Ты, ты, только ты, моя охрана, ты защита моя, ты единый даешь мне жить в безопасности. О, если бы мы это понимали сегодня, что только Бог является истинной нашей безопасностью, если мы сокрыты во Христе, моя жизнь, мое будущее, моя вечность, она со Христом, если я во Христе. книга пророка Осии, 13-я глава, 9-м текстом, вторая половина этого текста говорит так, «Ибо только во мне, говорит Господь, опора Твоя». Как часто в жизни народа израильского были поражения лишь только по одной причине, что они обращали глаза свои, может быть, в Египет, потому что войско царя фараона могло помочь египтянам против другого врага, и Бог говорит, «Израиль, ты забыл, ты забыл, сколько чудес я вил в твоей жизни, сколько я показал славы своей среди тебя, сколько раз ты, надеявшись на меня, получал спасение, что сегодня? Что сегодня в твоей жизни? Бог напоминает им еще раз, он говорит, «Израиль, сын мой, Иаков, только во мне опора твоя». Друзья, что значит опора? То, на чем ты можешь спокойно стоять, опора – это не болото, в которое человек погружается, когда ему не на что опереться и встать. Опора – это твердое основание. Почему мне нравится это выражение? Что если у меня колени дрожат, то то основание, на котором стоят мои ноги, оно не дрожит, оно не колеблется, потому что это основание Господь в моей жизни. Когда нет опоры, не на чем стоять, очень страшно. Когда свистят пули и снаряды рвутся, это знает старшее поколение, кто пережил это. И когда некуда укрыться, когда вокруг сплошной ад и смерть, это страшно. И человек находит маленькую, возможно, ямочку или окоп, чтобы на мгновение или на несколько минут скрыться от этого ада и почувствовать себя в маленькой комнатушке безопасности. Это желание любого человека, который прошел этим путем. если человеку некуда укрыться, некуда убежать, это состояние полного отчаяния. На что надеяться тогда? Друзья мои, кто или что является сегодня моей безопасностью? Возможно, кто-то думал, что приехав в эту страну, он почувствовал себя в полной безопасности, он почувствовал себя вне всяких проблем. Друзья наши, Бог еще раз нам показывает всем, без исключения, что нет на земле этой ни одного укромного местечка, где человек мог бы почувствовать себя в полной безопасности, только если это Господь, это то место. И если ты во Христе, то Христос обещает тебе это. Если нет, на земле нет ни одного места, ни Америки, ни Канады, ни Швейцарии, ни любой другой страны, нет укромного места на земле, куда бы человек приземлившись сказал, все, наконец-то я нашел спокойное место, где нет проблем. Если кто-то думал так об этой стране, Бог сегодня показывает, что это не то. Если кто-то в жизни своей сделал опорой своей материальной блага, Бог показывает сегодня, это не то, на чем должна утверждаться наша жизнь, это не деньги, это не дом, это не машина, это не друзья, это не связи, это не знакомство, нет, это не прививки от инфекции, друзья, это не Америка, ничего, если это не Бог, ничего не поможет и не спасет в день бедствия. А если Господь, то мы читали с вами, что имя Господа это крепкая башня. Это то положение, где в единственном месте человек может гарантированно чувствовать себя в полной безопасности. Скажите, братья и сестры, многие из вас летели на самолетах, скажите, когда самолет попадает в зону турбулентности так называемой, вы знаете, о чем идет речь, это когда на высоте 10 тысяч метров этот самолет начинает трясти и никто не может объяснить, что происходит там, просто называют пристегнитесь ремни, пристегните ваши ремни, потому что самолет попал в зону турбулентности и вы начинаете замечать, как потеет начинает руки и люди начинают хвататься за сидушки или некоторые начинают молиться, кто-то кричать и так далее, что происходит тогда. Скажите, что может в этом состоянии на высоте 10 тысяч метров помочь человеку? Что может его спасти? Его связи, его знакомства, его деньги, его машины, его автомобили? Что может помочь человеку на высоте 10 километров? Парашюта нет, ничего нет. Кто? Если это не Господь, это истинная безопасность, если это Бог, это истинная безопасность, если не Бог, что-то другое, друзья, ничего не сможет ему помочь? Я не так давно взлетал из Денвера и только самолет начал подниматься в облака, как его сильно подбросило, и я видел, что происходило в этот момент в самолете. Я тоже человек, у меня есть чувства, у меня есть страх, у меня есть все, что присуще любому человеку. На какое-то, возможно, короткое время я тоже испугался, но потом задал себе вопрос, почему ты боишься? Что тебя тревожит? Почему страхом наполняется твое сердце? И мысль мне от Господа, боящийся несовершен в любви, совершенная любовь, она изгоняет всякий страх. И как-то покой и мир пришел в мое сердце, Господи, я же в Тебе нахожусь, Ты живешь во мне, Господь, мне ничего не грозит, если я в Тебе. Это истинная, не ложная безопасность. Братья и сестры, когда Господь начнет изливать Свой суд на Вселенную, Он будет смотреть на определенную категорию людей, и отражением от этих людей будет кровь Иисуса Христа. Это будет для Церкви Божией истинной безопасностью от чаш гнева Божия, которые будут изливаться на землю от судов Божиих. Бог будет смотреть на нас через жертву Своего Сына, через кровь Агнца, и Он будет смотреть на нас, и Он будет видеть кровь, что на этих людях стоит печать Божия. Это моя собственность, это моя принадлежность. Я купил этих людей ценой своей жизни. Вот что единственное может помочь человеку в день суда Божия. кровь Иисуса Христа. И если сегодня мы оценили эту жертву, это является сегодня для нас гарантом истинной нашей безопасности во Христе. Бог обещает нам это. В 145-м салме я нахожу такие слова. Посмотрите, что говорит Давид в 145-м салме 3-м текстом «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения». 5-й текст «Блажен, кому помощник Бог, Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога Его». Вот кто блажен. Кому помощник Бог, Иаковлев, у кого надежда на этого Господа. И если что-то в жизни происходит непонятное для меня сегодня, сокрытое Господом для меня, испытания приходят в мою жизнь. И мне кажется, Господи, что все. Друзья мои, блажен человек, которым упованием своим сделал Господа в своей жизни. Я только хочу привести один пример. Вы помните момент, когда кезекии пришли послы от царя Ассирийского. И вот когда мы читаем это в книге царств, как много они поносили Господа Израилева. И они говорили следующие слова и сказал им Рабсак, 18 глава 4 книги царств, «Скажите, Иезекий, так говорит царь великий, царь и цирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова, для войны нужны совет и сила. Ныне же на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломанную, которая, если кто опрется на нее, войдет ему в руку и проколет ее, таков фараон, царь египетский для всех уповающих на него. А если вы скажете мне, на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Иезекия? Посмотрите, говорит 29 текст, «Так говорит царь, пусть не обольщает вас Иезекия, ибо он не может спасти вас от руки моей, и пусть не обнадеживает вас Иезекия Господом, говоря, спасет нас Господь, и не будет город сей отдан в руки царя Исирийского». 19 глава этой же книги, посмотрите, с 15 текста, «И молился Иезекия пред лицом Господнем и говорил, Господи, Божий Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю, преклони, Господи, ухо Твое и услышь, открой, Господи, очи Твои, возри и услышь слова Синахерима, который послал поносить Бога живого. Правда, о Господи, цари ассирийские разорили народы и земли их и побросали богов их в огонь, но это не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи Божий наш, спаси нас от руки Его и узнай все царства земли, что Ты, Господь, един». И если я переверну одну только страницу, посмотрите, что говорит Бог. Я не читаю всего 34 текст. Говорит Господь, «Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего». Все то, что произошло потом, мы знаем. Друзья, но почему это произошло? Почему стало возможным на следующее утро 185 тысяч трупов вокруг Иерусалима? Что это было? Это было, друзья, упование, которым языке сделал для себя Господа. На Господа уповал он всем своим сердцем, и Бог вступился за него. Друзья мои, мы читаем «Деяния апостолов», «Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». В природе, во вселенной не существует более личности, чем личность Иисуса Христа, через которую человек получает спасение и гарант своей безопасности, если он во Христе. Я так хотел бы сегодня, чтобы вы проверили нашу жизнь. Что тревожит нас сегодня? О чем переживания наши сегодня? Что лишает нас сна, аппетита, радости? Что повергает нас в уныние сегодня? Возможно, обстоятельства, в которые попали все мы сегодня, как люди, населяющие эту землю? Друзья мои, но должно ли нас это так сильно тревожить? Да, мы проходим через это. Мы идем этой долиной, но в этой долине есть присутствие Бога нашего с нами. Бог, который обещал никогда нас не оставить по верному своему слову и обетованию, имя которого является крепкой башней и всякий, кто испытал это на себе, прекрасно понимает, что беды вокруг, проблемы вокруг, но во Христе я нахожу покой. Это самое дорогое, что есть в жизни. Вот что сказал Христос, «Я мир мой даю вам не так, как дает этот мир. Этот мир тревогу приносит, он обещает ложные надежды, а я даю вам мир, покой внутренний вашей души. Только в Боге, сказал Давид, успокаивается душа моя». Братья и сестры, это правильный адрес, где решение многих, многих наших проблем имя Господа, крепкая башня. Я предложил бы всем, кто сегодня не испытал это в своей жизни, что значит быть сокрытым во Христе. Это значит возложить на Него мои заботы и проблемы, зная о том, что мой Отец на небесах знает мой состав, знает меня лучше меня, знает мои проблемы и переживания и заботиться о мне, как никто другой, потому что, если Он мой Отец, Он обещает мне это. Я хотел бы, чтобы вы дома прочитали 90-й Псалом. Он даст многие ответы на многие вопросы. За то, что Он возлюбил меня, говорит Господь, Я избавлю Его. Я окажу Ему милость. Я буду охраной Его. Я защитой Его буду. Почему? Потому что однажды Он пожелал жить под кровом Всевышнего и под сенью всемогущего покоиться. И как следствие Бог говорит, Я явлю Ему спасение Своё. Я избавлю Его. Не приключится зло у тебя. Почему? Ты во Христе. О, братья и сестры, если бы мы понимали сегодня это. Многие проблемы уйдут. Радостью наполнится наше сердце. И миром Господним Бог наполнит нас, если мы поймём, что значит истинная наша безопасность и что значит ложная безопасность, которую предлагает сегодня этот мир. Пусть Бог нам поможет понимать, что имя Господа это крепкая башня. Убегает в неё праведник. И безопасен. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok